всех приветствую друзья на связи данки в этом видео покажу бой на карте остров аж играл с напарником склана приговор 24 ранг я 20 противники у нас 22 и 23 ранга все тот самый маленький карта в принципе нормально мой напарник не так далеко узкие проходы можно защищаться как бы поддержать одного игрока я могу пока мой напарник по идее должен продавить 2 сбор контейнеров центре получил захватить один контейнер по идее консервации не захватывает строй двор я ставлю на этой карте таким образом то есть если вы находитесь слева снизу то строй двор ставится ровно влево может там что на клетку выше можно торпедная установка верфь и можно спокойно производить плот это возможно только в том случае если у вас строй двор прокачан на 10-11 клеток по радиусу строительства если меньше то выйти более таким образом не получится и нужно ставить верфь снизу вот сюда здесь выемка под море и там проблем с этим не должно возникнуть уничтожает skyman в итоге по морю захватил всего лишь один контейнер в котором было немного ресурсов но деты могут пригодиться дальнейшем для уничтожения койотов мой напарник тоже выходит в а он не выходит в море он просто поставил торпедную установку и выходит быстро вертекс я тоже начинаю выходить в авиазавод но у меня развитие не такое бодрое как у него с него уже завершился улучшаться завод до вертексов нужно начинать их производить я только строю каркас вот отправляя дельт думаю что то где-то еще должен быть контейнеры с ресурсами но нету их уже противник тут красный проскочил через торпедку моего союзника и в итоге собрал все тыловые контейнеры которые здесь были всего получилось меня собрать один ну тире два контейнера по морю что не особо-то меня окупает вот напарник говорит что он отправляется на разведку смотрим на красную базу штаб третьего уровня выходит он в авиацию производит дикобразов желтый игрок он на третьем штабе построил пвошку и пока ничем не занимается даже второй штаб он ничем не занимается и понятно что по развитию он отстает таким образом мой напарник понимаешь ему можно выйти до следующего уровня штаба на четвертого видимо он напишет что он собирается производить тора на земку вот но я как бы по своему опыту игры на двадцатом раунге вертекс и использует только для разведки что сейчас будет много кречит так понимаем от красного игрока и от 4 шаг переходит и как бы отправить пехотинцев на разведку но их будут уничтожать постоянно проще сделать на вертекс и по необходимости отправлять их на разведку смотреть чем занимаются противники на кого не пойдут в атаку и так далее вот но пока ничего интересного не будет я решил контрольно разведать своих оппонентов здесь видим что желтый игрок выходит в егэхам четвертый штаб завода второго уровня спецмашин первого уровня дикобраза производит этого завода ягуаров будет а вот красный игрок он выходит масса авиацию вообще для режима 2 на 2 вот эта связка у сопротивления сопротивление самое эффективно особенно когда базы контиратов находится достаточно далеко друг от друга есть возможность пробовать как-то атаковать одного игрока отступать перегруппироваться нападать на второго вот таким образом играть ну 8 минут ничего не происходит я выхожу четвертый уровень штаба только сейчас экономика позволила пока что видим по разведке что противники особо не спешат идти в атаку ну и кстати хочется отметить что красный игрок в этом бою играл очень хорошо желтый не очень хорошо играл он увидите как он играл а вот красный он даже кречитами умеет летать против вертекса что на самом деле очень даже говорит о том что игрок реально опытный потому что летать менее маневренными кречитами которого в прямом сражении проигрывает вертексом и не терять при этом ну в общем вертекса сильнее в воздухе при этом он летает и я вот не помню вообще сбили бы ему вертексами хоть раз кречит или нет то есть он залетал там потому что уничтожит он час ему хвост дали пару ракет но он вернулся на родром ничего не потерял вот и в общем то я выхожу на земку авиацию не буду использовать использовать активно потому что у него урона просто не хватает у торов три бомбы прочности мало у вертексов топлива не хватает и урона пробивать юниты 23 ранга эффективнее выйти в зевса их будет посложнее потерять но пытался разведать перехватить кречиты видим что красный игрок отправляет вперед дикобразы то есть он провоцирует нас на боевые вылеты чтобы попробую мы попробовали уничтожить его истребители а в итоге попытаем ловушку под залпы дикобразов мы конечно ничего не теряем но по крайней мере он занимает какую-то часть карты и теперь контроли контролирует ее что не очень хорошо уничтожаются разведчики я решил своих выставить где только можно было вот ставлю казармы на апгрейд хочу огнеметчиков сделал то что мне каком будет ну как бы огнеметчики нереально очень хорошо могут светить его хм ваш пона рулился не очень хорошо что они мечте запрыгнуть туманно и он просто уедет назад расставляет огнеметчиков вернется назад в этом случае играть огнеметчиком не очень выгодно вот есть противник не знаю как работать не мальчиков то как бы они могут очень хорошо зайти особенно под щитом вот ну здесь правильная так которую надо было играть это наверно масса выйти вертекс и уничтожать дикобразы красные кречи тогда получается бы что красный игрок он не был бы эффективным вот но мой напарник вышел вторым в принципе об этом предупредил ну посмотрим что будет он делает бомбежку торами уничтожает юнитов неплохо на самом деле накидал урона пусть он уничтожил дикобраза пехоту может быть там вары какие-то ну вроде как хамелеон остался жив то я вступаю в бой я уже ну как бы я сделал вертекса я видел куда передвигается противник поэтому свою армию отправил на помощь к своему союзнику союзнику защиты есть вот и здесь на меня нападает кречи то за раз они там выбивают огромен огроменное количество зевсов но это тут встает вопрос на примере этого боя я понял как можно играть как нельзя играть сейчас я это объясню активная фаза боя пройдет вот ну я стараюсь выбить дикобразов красному игроку тем временем красный неплохо летает старается не попадать под по которым находится на зеленой базе в итоге я пытался помочь своему напарнику но в итоге с этого только больше потерял то есть мне там огромная пачка зевсов волна не был тайфунов и объясню что произошло почему и вообще пошел помогать видим что желтый игрок он сейчас будет пытаться порваться но не очень получится он просто уходит вот в чем заключается суть я вижу что собирать атаковать два сопротивления своего напарника я хочу ему помочь все что я могу сделать это пойти к нему на помощь то есть отправить свою технику и попробовать отбить его других вариантов нет то есть ты или сидишь на базе смотришь как того союзника избивают или пытаешься что-то сделать но что-то сделать ты можешь очень много потерять как произошло сейчас потому что я ранг 20 у меня экономика не такая сильная и как бы я не смог просто тайфунов сделать достаточно чтобы не бояться 12 кречетов то есть мне надо было не щит производить а тайфуны очень много и оставлять их на базе и оставлять их вправе вместе с армией зевсов у меня просто на это все не хватило ресурсов вот у меня вариант или помогать союзнику отбивать атаку и терять все свои зевсы или не помогать и возможно что моего напарника вдвоем они прожмут сами что очень нехорошо и как бы ну представьте у вас напарник а вы ему не помогать хотя у вас вроде бы как есть возможность да вы потеряете всех своих юнитов но если вы не поможете то вы просто проиграете бой поэтому такой обидный слив огромное количество детства произошел вот здесь вот ну а чё сделаешь ну ничего не сделаешь один вертекс был там два тайфуна и зевса которые делают то чтобы отбивать егэхам вот ну я слил свою армию успела заказ сделать которому с моим отбивать атаки противника ну и мне мод напарник помогает он двумя вертексами уничтожает ягуары которые светятся об здании красный игрок помогает уничтожать зевс им скорее всего я даже не был чуть-чуть уничтожает вот ну в общем атаку кое-как отбиваем щиты светят хамелеоны и мы в итоге уничтожаем всю армию желтого игрока которая пришла ко мне на вас хочется здесь сказать то что отлично играл красный игрок но очень плохо играл желтый он реально не умеет играть и гхм он здесь мог вот прям вот на этом тайминге 14 минуте победить мне просто грамотно сыграй не заезжает тупо в базу не раскладывайся об здания свете и как бы светишь свой туман а просто издалека под заказом дожимайте меня и проблем никаких бы не было но желтый игрок сожалению старался играть как мог но видно что опыта ему не хватает здесь мой напарник идет в атаку огромное количество кречетов моего напарника 3 тайфуна всего в тылу которые пытаются их сбить это недостаточно девс конечно живут 24 ранг щит дает огромный бонус выживаемости юнитов но все же он решил отступить назад потому что тут еще желтый игрок едет через центр хочет зайти в тыл зеленой базы я это вижу и понимаю что вы ладно поехали опять будем страдать а чё делать ну я я я бы ну вариант у констерации здесь 23 сидеть на базе смотри кто союзник убивает ехать спасать своего товарища как ты это обнаружил что ему нужна помощь и возможно ты потеряешь свою армию на перебежки или где просто через минуту-полторы приедет и вы хамате его отбивать нечем или идти в атаку на базу противника чтобы идти в атаку на базу противника нужно иметь много тайфунов чтобы уничтожить огромное количество истребителей противника сделать это не могу ну собственно приходится тут как-то нам вместе с фары выживать он тут бомбит классно попадает торами вот это четкое попадание было и он тут просто аннигулирует полностью теперь всю армию сопротивления в очередной раз ну я приехал пока я приехал тут уже все было уничтожено в принципе можно было и не ехать вот на базе до заказ огнеметчики зевсом тайфуны щиты буду потихонечку делать насколько будет хватать мне экономики если бы я был бы 23 рангом 22 возможно бы я мог скопить более быстро армию достаточно большую в тот момент пока желтый атаковал зеленую базу я пошел просто атаку на желтого был бы такой вариант но опять же я тут аутсайдер у меня 20 ранг противники выше меня по рангу может по прокачке но какая мере видно что они все могут позволить больше экономических потерь чем я ну я загоняю армию зевсу щита тайфунов на базу к зеленому вот с этой стороны готовлюсь отбивать возможные атаки противника что они видят что части не армия находится на базе зеленого и соответственно давайте мы будем атаковать базу синего в принципе чего я ожидал на самом деле сейчас перегоняя зевса налево вижу что вроде как с этой стороны собирается меня атаковать ну и отправляюсь с вами который мне было на зеленой базе обратно на свою катаем зевсу туда-сюда нарабатываем активность на самом деле нет просто пытаемся постоянно маневрировать чтобы так сказать отбить атаки его хама здесь непонятно налево то он направо сен приехал сюда потом поехал взятом опять поехал сюда то есть но не знаю вроде игрок с одной стороны делать глупо то что он просто заезжает на холм в здании упирается и мне как бы даже не надо давать команду зевсам вообще куда-либо стрелять потому что они сами на автомате все выбивает плюс еще огнеметчики залетает туман вертекс от фары помогает очень сильно уничтожает кучу ягуаров ну и как бы все игрок его хамщик отступает назад нас минимальной потери даже бункер остался стоять ну и как бы здесь вопрос он вроде как понимаешь надо писать двигаться влево вправо атаковать туда атаковать сюда не потому что вы красный игрок подсказывал но конкретно вот так вот атаковать его хамом базу просто заезжая в здание и раскладывать там можно было в принципе и хамелеон не брать тоже самое получилось также бы верток все уничтожали и зевсам не надо было давать команду на принудительный огонь вот но разведка вертексом постоянно смотрим где стоит армия понимать куда попадет в дальнейшем наш противник включая щит тем временем атакуют зевса моего напарника кречет и зеленый игрок фара разведывает базу видят что тут штаб четвертого уровня чисто кречет и гранатометчики дикобраза то есть такая связка юнитов играют 2-2 можно играть достаточно эффективно вот кречета все такими налетами одиночными выпиливают технику моего напарника он реагирует управляет вертекса вперед но в итоге попадает под залпы дикобразов и не потерял вроде на устребителя но они теперь все на соплях жить вряд ли будут долго управляются торы не попадает к сожалению старался вот второй тор вообще чутенько попал думаю много урона нанес опять же я двигаюсь направо ну а чё еще делать ну я сейчас собрал 110 кого но там 12 кречет у меня там 5-6 тайфунов сделано имя этого явно не хватит чтобы уничтожить кречета противника тем более что они вдвоем атакуют моего напарника и поэтому решил давай-ка я все-таки поеду на помощь своему попробую после потерь до заказом отбить атаки которые будут приходиться на меня и может быть мы вместе с ним сейчас пойдем открывать красного 6 он потерять и свой истребитель то ему будет очень больно здесь у меня огнемечки уничтожает пехоты противника очень даже неплохо получилось дело мне мячку чтобы светить тумана в итоге они пригодились для того чтобы сжигать пехоту прям по назначению вот ну и как бы атаку отбили хотелось бы пойти в атаку но это вижу что желтый игрок уже бежит ко мне на базу видеть он увидел что здесь вариантов пробиться на базу нету слишком много юнитов наших и давай-ка я попробую атаковать слева то есть он маневрирует грамотно то есть правильно тоже все делает катается стороны сторону но конкретно то что он заезжает здание расколотись там это очень плохо так нельзя делать вот но в немечки запрыгивает в туман светим дикобразы зевс мы уничтожают напарник двигается в мою сторону хочет мне помочь видит что у нас тут на самом деле получается уничтожить достаточно большие отряды его хама желтому игроку пока есть огнеметчики вот сейчас надо было отступить мне на самом деле на я пошел дальше почувствовал кровь плюс тут создали ситуацию вроде как ситуация заключалась в том что прогнозируемо куда поедет его хам бегать в этот момент можно пробовать тормой попасть попасть и накрыть армию противника но как видим у красного игрока огромное количество кредитов в итоге я поплатил создаю за свою жадность и не выпиливают всю мою технику остается 11 щит один тайфун и как бы все да и там вот здесь вот хорошо уничтожил противнику много дикобразов пехоты на этом моменте надо восстановиться и отступить назад но у меня вот найти вот это психология сопротивления вот еще чуть-чуть уничтожить еще вот это еще вот это хамерен включится там лишь вообще можно этой армии будет добить базу противника здесь на конфетах не работает если выиграл в перестрелке то рваться вперед куда-то не стоит лучше перегруппироваться восстановить отремонтировать свою технику просто вот после чего только делать решающий удар выхожу до 5 уровня штаба тем временем видим что желтый игрок двигается ко мне вертекс опять же очень сильно мне помогает понять действия противника подготовиться к ним сейчас расставил зевсы очень неудобно защищаться на этом холме то есть казалось бы ты на высоте четыре клетки проходы но и вот за вот этого пятачка где я здание поставил 10 по идее ставить не надо потому что юнит начинает тупить и ты хочешь дать команду на принесли огонь и они катаются стороны стороны спускаются холма как вот этот зевс что не очень хорошо одним залпом буквально уничтожаем противнику хамелеоны налетают торы накрывают туманом тоже попадают что-то уничтожается еще торы и еще одно четкое попадание фара прям бьет очень даже неплохо но налетает кречитая сейчас будут сбиваться тор моего напарника дорогая бомблировка для него вышла но другой стороны мы сейчас уничтожаем желтым игроку егэхам мы уже накопили по факту каждый по фулку больше в пятый штаб вышли он уже давно на пятом я только вышел вот но и опять же видите зевсы они пытаются переехать с левой части базы на правую в итоге казалось бы ты на холме тебе расстрелять егэхам вообще проблем никаких нету но проблемы есть к сожалению пока арабка моя армия в одну единую кучу не соберется пока не начнет стрелять она только получает много урона и как бы я теряю огромное количество армии мой напарник едет думать что мне нужна помощь потом он увидел что вроде как у меня много щитов много тайфунов атаки его отбиваю типа все нормально вроде как сам справится отходит назад и вроде как собирается атаковать красную базу ну сверху слева есть ягуара я хорошо пропустить сначала уничтожить гранатометчиков зевсами скалма потому что потом они могут представить большую угрозу вот огнеметчик появился сразу же его отправляю в этих неметчиков он там сейчас всех сожгет использую кнопку выбора всех юнитов и тут начинается встреча уже у фары с красным игроком тут дико грен плюс кречит и начинается расстрел и с этой стороны я теряю электростанцию кажется одно всего вот он пытался уничтожить завод зевсов ничего не получится у меня тут вертекс есть один разведчик этот который помогает сейчас отбивать атаку да и в целом атаки желтого игрока мы отбиваем налетает кречит и недостаток кого скорее всего моего напарника умны 2 вертекса вышел здесь защиты тайфуна сделала и просто скорее всего как у меня на тайфуна в кого не хватает чтобы разбивать кричит противника вот но ничего страшного я за ту свою атаку отбил который на меня пришлось почему такого ли у меня по сути два игрока там дико грен от красного был небольшой но все же тоже был да и как говорят противники там 22 ранга держу удар пока в этот момент по идее мой напарник должен пробиться что желтый терял огромную армию красный тоже чуть потерял а зеленый в бой не вступал то есть он атаки отбивал и по идее должен был остановиться и готов теперь ударить в сопротивленца и знаете почему я пришел во время до того боя какой я опыт получил играю в 22 на такого типа карте не идите один в атаку у меня сопротивленская привычка то что ты если один и сейчас их и гх ты все равно универсальная единица ты можешь играть против двух игроков ты можешь пробовать идти в атаку на двух игроков тем самым под тебя уже должен подстроиться второй игрок здесь так не работает здесь нужно работать немного по-другому допустим если вы собираетесь в атаку идти то это нам делал не одному а вдвоем если за вами ваш напарник не уступает то лучше выйти там на следующий уровень штаба до произвести технику и вместе идти атаковать что такое вместе вы так сказать избегаете этого момента когда быстро сопротивление будет окружать вас двух сторон в два игрока атакуя вместе с двух сторон одновременно вы будете каждый сражаться скорее всего один на один здесь здесь щит фары сражается один на один хотел сказать один на один с красным игроком еще желтый пошел в тыл моему напарнику но смотрите он пошел в тыл то есть его армия сейчас находится вот здесь а я тем временем иду на базу желтого то есть скорее всего мой напарник он потеряет даже здесь потерять армию он если что сможет отбиться у него на базе там на заказ будет работать у него тары есть так далее все он скажет а так вот обьет а вот пропустить удар по базе это будет очень больно для желтого игрока потому что он потеряет заводы чтобы и у него становится производства он не сможет помогать ему напарник а мы вдвоем мы сможем сейчас друг другу помочь добить кого-то 1 то я пользуюсь моментом я же не поеду сюда своей армии через этот холм пытаться догнать негаком который тут расстреливают моего напарника с двух сторон я решил что мне достаточно уже силу того чтобы ударить непосредственно по самой базе и нанести фатальный урон но видим что желтый игрок он был не готов к атаке от меня на его базу он спешном порядке возвращает весь свой и гхм то что игрок просто потерялся он не знал что ему делать он даже хамелеона не включил ягуара не разложил нормально он просто заезжает ко мне в зевса щит сам себя светит и как бы мне делать ничего не надо здесь сами на автомате все перестреляли дальше тут все минус штаб противника сделать он уже ничего не сможет тем временем красный игрок мог бы помочь сейчас мы если атаковал один да я пробил армию желтого игрока но если бы сейчас мой напарник не атаковал то крещики бы прилетели бы и уничтожили мне мою скорее всего армию наземную ну и как бы я потерял только с этого огромное количество юнит а так мы так у меня на время с двух сторон и красный гроб просто не может помочь сам товарищу ему самому отбиться от этой атаки все будет все силы прикладывать того чтобы отбить атаку на себя этим времени буду уже забивать гвозди в крышку гроба вот этого желтого игрока ну и в общем то да мы победили добили базу желтого добили базу красного бой получился в принципе неплохой опять же я для себя подчеркнул то что играя за конфедерацию лучше сидеть на базе и не пытаться играть агрессивно все вы играете агрессивно вы должны вместе это делать если вы играете от развития то вы тоже нужны оба по идее это делать потому что иначе вы не сможете просто друг другу помочь сопротивление вас вдвоем победит одного кого-то из вас а если одного победил то скорее всего и 2 победит вот такой отбой давайте вам покажу против кого мы играли игроки из клана дождь эдлер вроде бы на давайте посмотрим так крестик с этой стороны вот бойцы 22 ранг винред 76 процентов и иван 73 процента в бою такие вот игроки 23 это был красный вроде бы как такой отбой надеюсь видео вам понравилось пишите комментарии что вы думаете по этому поводу как сложно играть за концентрация в режиме 2 на 2 или как же наоборот концентрация легко убивает всех 2 на 2 интересно будет почитать ну и всем спасибо за просмотр всем даче и 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